Это программа «Город. Новости по-выборгски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В режиме онлайн выборгские школьники присоединились к всероссийской акции «Урок Победы». Сдавая кровь, спасая жизнь, жителей города и района приглашают стать донорами. Леди совершенства выбрали выборги. В городе прошел фестиваль женского спорта. Ленинградская область решает проблему дефицита специалистов в сельской местности. Губернатор Александр Дрозденко выступил с инициативой снизить долю софинансирования на приобретение жилья до 10%. По действующему сейчас порядку, чтобы купить жилье, специалист, решивший работать на селе, должен внести 30%. Остальную сумму компенсирует государство. Планируется, что изменения будут учтены в июньских поправках в бюджет. Тогда новые правила начнут действовать во второй половине 2015 года. Смертельно опасные крыши. С приходом весны можно перестать бояться пострадать в результате схода снега или отпадения нависших на тротуарах сосулек. Но терять бдительности все-таки не стоит. Так, сегодня на пересечении улицы Крепостной и проспекта Суворова сильными порывами ветра с крыши жилого дома снесло лист кровельного железа, который упал на проезжую часть, задев автомобиль Вольво. Только мгновенная реакция помогла водителю избежать трагедии. Хорошо заметил, сверху с крыши летит лист железа. Ну, остановился, ну куда уже, одеваться некуда. Бампер снесло, если бы не остановился бы, попало бы и в лобовуху, и в капот, и, может, самому досталось. Как отмечают очевидцы происшествия, в это время поблизости проходила группа школьников. Если бы ветер изменил направление, сорвавшийся с крыши лист железа мог упасть на них. Несложно представить, чем это могло закончиться. Кроме того, на момент съемок еще один кусок кровельного железа опасно свисал с крыши и грозил в любой момент оказаться внизу. Об этом наши корреспонденты сразу же сообщили в диспетчерскую службу управляющей компании. А мы продолжаем следить за развитием событий. Еще о происшествиях в выборском СИЗО номер 3 обнаружили и изъяли наркотики. Как сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники следственного изолятора получили оперативную информацию о том, что одному из заключенных вместе с пищей будут переданы наркотики. После того, как состоялась его встреча с общественным защитником, осужденного досмотрели и обнаружили подозрительные вещества. Проведенные исследования показали, что это гашиш весом свыше 25 граммов и амфетамин весом более 2 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Внимание, розыск! Выборгский отдел ГИБДД обращается за помощью к очевидцам. 4 апреля неустановленный водитель, управляя квадроциклом желтого цвета, зацепил автомобиль «Шкода». Инцидент произошел около 14.30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Николаева. Нарушитель с места происшествия скрылся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его опасную езду и на других улицах города. Всех, кто располагает информация о водителе квадроцикла, просьба позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД по телефону 2-6906 или инспектору по телефону 3-44-67. Выборгские школьники и ветераны сегодня приняли участие во всероссийском открытом уроке, посвященном юбилею Великой Победы. Такой честью в Ленинградской области были удостойны всего три учреждения, в том числе школа номер 13 нашего города. Девизом урока стали слова «Гордимся, помним». В режиме онлайн его провел министр образования Дмитрий Ливанов. Подробности в сюжете Людмилы Перминовой. Как самых дорогих гостей встречали ученики 13-й школы ветеранов. Ребята искренне радовались возможности пообщаться с людьми, которых считают героями нашего времени. Несмотря на почтенный возраст, они сегодня стараются во всем подавать пример, в том числе быть пунктуальными. И ровно в 10.00 с началом всероссийского урока Победы ветераны заняли свои места в одном из школьных кабинетов. Вместе с учениками 7-го А-класса их приветствовал заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Он отметил, что сегодня особенно актуальна фраза «Лишь бы не было войны». «Мы должны жить всегда в мире, поддерживать мир и дружно жить со всеми соседними, со всеми государственными». О том, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне, красноречиво говорят письма с фронта. Школьники смогли понять, что чувствовали родные и близкие солдат, получавшие фронтовые треугольники. Учитель Светлана Коваленко порой едва сдерживала слезы, зачитывая фрагменты письма сына к матери. «Хочется прижаться и смеяться. Хочется поесть. Домашних щей. Погонять по крышам голубей. Как там в госпитале, папа? Завтра я в разведку. Ты у врага. Ты не бойся. Мне совсем не страшно. Мама, я люблю твои глаза. Мама, помнишь теплый свитер голубой? Ты его, пожалуйста, заштопай. Мама, я вернусь. И мы с тобой вновь пойдем гулять по Ленинграду». Это было последнее письмо в жизни 19-летнего солдата. Людей, которые пережили все ужасы войны, семиклассники слушались еще большим трепетом. И Людмилу Бардашеву, которой в то время было пять лет, но она хорошо помнит, как на ее глазах разбомбили баржу, когда ее семья по Ладоге отправлялась в эвакуацию. И Николая Чуба, освобождавшего от фашистов Сталинград, а затем Украину, Белоруссию, Латвию, Литву и встретившего 9 мая в Польше. «Наш дивизион, которым я служил, сбил 120 самолетов противника. И Польша меня достала победа». «Мы воевали за то, чтобы вам дать жизнь и чтобы было над вами ясное небо. Очень страшно, что сейчас творится на Украине. И не приведи Бог, чтобы у нас еще что-нибудь подарилось вроде этого». Каждому ветерану ученики в знак признательности подарили алые гвоздики – символы Великой Победы. Затем состоялись прямые включения из городов-героев и городов воинской славы. Их жители рассказывали о вкладе своих предков в освобождение страны от фашистских захватчиков. И в свою очередь могли в режиме онлайн наблюдать за тем, как проходил урок в 13-й школе Выборга. И даже подпевать его участникам. «По завершению урока семиклассники поблагодарили ветеранов за возможность жить в мирное время, пообещав сохранить память об их подвиге в своих сердцах». «Фашистские захватчики, они попирали не просто наше Отечество, они попирали весь мир. И если бы наши отцы, деды, прадеды, некоторых прадеды не защитили нашу Родину, и не только нашу Родину, не дошли бы до Берлина, фашизм уничтожил бы все на свете». 45 минут прилетели незаметно. Ребята еще долго не хотели отпускать главных героев дня. «Прощаясь, они снова пели, ведь, как известно, тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Людмила Перминова, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Это День Победы. Буквально через месяц все мы будем отмечать одну из главных и любимых дат для многих россиян – окончание Великой Отечественной войны. Что же происходило на фронтах в апреле 1945-го? 70 лет назад, 8 апреля, советские войска захватили порт и железнодорожную станцию Кенигсберга. Стремясь избежать бесцельных жертв, командующий фронтом, маршал Василевский обратился к кенигсбергской группе немецких войск с предложением капитулировать. Однако противник решил сопротивляться. Упорные бои продолжались и в столице Австрии – Вене, и в районе Братиславы. В этот день на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий, сбито 42 самолета противника. Юные выборжцы уже позаботились о подарках к 9 мая. Накануне члены районного молодежного совета и воспитанники городского детского сада «Радуга» делали для ветеранов праздничные открытки. Ребята из подготовительной группы с удивлением узнали о том, как просто можно смастерить бумажного голубя. Под руководством старших товарищей за считанные минуты они создали птицу мира. Голубя приклеили на картон, дополнили композицию георгиевской лентой и надписью «Спасибо за победу». Открытки готовы. Накануне 9 мая их вручат ветеранам. По завершении творческой работы детсадовцы рассматривали военные фотографии и рассуждали о том, почему так важно, чтобы никогда не было войны. «Потому что людей убивают. Много погибает людей. Семья может погибнуть. Везде всех убивают, стреляют. Все взрывается. Враги приходят и все ломают, рушат. Погибает много людей. Ну, хоть побеждает добро, а не зло. Когда приходит День Победы, то и раньше солнышко встает. И как одна семья большая идет в колоннах наш народ. Когда приходит День Победы, звучат и музыка, и смех. И поздравления принимая, мы поздравляем всех». Национальный день донора отметят в России 20 апреля. Именно в этот день, почти два века назад, впервые было проведено успешное переливание крови. Наши корреспонденты побывали в Выборгском филиале регионального центра крови и выяснили, как стать донором. «Стань донором. Спаси жизнь». Сегодня в медицинских учреждениях Выборгского района заготавливается и переливается около полутора тысяч литров компонентов донорской крови в год. Кровь нужна постоянно. Материал, полученный Выборгским филиалом регионального центра, поступает не только в Выборгские больницы и роддом, но и в областную больницу, в Приозерск, Тосно и другие города. С сожалению, специалисты констатируют, количество желающих сдать кровь год от года снижается и приглашают всех неравнодушных жителей города и района стать донорами. Кровь – это такой лекарственный препарат, который не может быть получен искусственно. И только человек, сдающий кровь, может помочь другим людям, которые нуждаются в переливании крови. Именно благодаря сознательным донорам больные взрослые дети получают шанс на выздоровление и в итоге шанс на жизнь. Перед тем, как стать донором, человек проходит обследование у терапевта, у нас в центре крови, сдает анализы предварительные на группу крови, гемоглобин, печеночные пробы. Если эти все анализы годятся для донорства, на этот человек может сдавать кровь, из которой получают три компонента, то есть ретроцитарная взвесь, плазма и тромбоконцентрат. То есть один человек может помочь трем людям. Стать донором может любой здоровый гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Необходимо принести паспорт, флюорографию, если есть полис обязательного медицинского страхования. В Выборгском центре крови сегодня около 700 активных доноров. Приходят и новички. Так в семье Глушенко долгое время кровь сдавал отец. Теперь привлек к благородному делу сына. Я прихожу сюда уже второй раз, ведь это хорошее дело ради спасения жизни других людей, которые нуждаются в нашей помощи. За год мужчины могут сдать кровь пять раз, женщины – четыре раза, с интервалом в два с половиной-три месяца. Для доноров предполагается вознаграждение. Денежная компенсация – это 894 рубля и два дополнительных дня отдыха. Выборгский центр крови работает на базе Выборгской больницы в северном поселке по адресу Октябрьская, дом 2. Кровь можно сдать с понедельника по четверг с 8.30 до 11 утра. А 22 апреля в центре будет проходить акция, посвященная Национальному дню донора. Сдать кровь можно до 13 часов. Вся дополнительная информация по телефону 25 125. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Горячая линия по вопросам призыва на военную службу будет работать в Ленинградской области 9 апреля. Ее проведет уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Шабанов. Сообщить о нарушениях и недостатках в работе призывных комиссий, в частности при проведении медицинского освидетельствования призывников, можно позвонив по номеру, который сейчас на ваших экранах. Время работы горячей линии с 10 до 16 часов. Итоги научного проекта по исследованию шумового загрязнения подвели школьники Выборгского района на очередной конференции молодежно-экологической инспекции. Еще осенью прошлого года учащиеся в Выборгской гимназии школ номер 10 и 13, а также Победовской, Каменогорской и Полянской школ начали изучать эту проблему. Полученными результатами они решили поделиться со своими сверстниками. Мы занимаемся экологией той, которая понятна ребятам. Она рассчитана на школьный возраст. Это очень важно, чтобы ребята с этого возраста знали, что за экологические проблемы, что это вообще такое. Потому что взрослые часто не могут объяснить, а ребята хорошо понимают и могут объяснить причины экологических проблем. И самое главное, что с этим делать. Несколько месяцев школьники измеряли уровень шума в своих муниципальных образованиях, проводили в ходе исследования и анкетирования среди ровесников, чтобы выяснить уровень информированности о сложившейся экологической ситуации. Кроме первых результатов своих изысканий, участники Молодежно-экологической инспекции рассказали и о планах дальнейшей работы, которая будет проводиться в рамках проекта в ближайшие месяцы. Удивительный мир животных, домашних и диких. В библиотеке на «Спортивной 10» открылась новая выставка. На этот раз в галерее «Знак» своей работы представила выборгская художница Ирина Мирошникова. Она рассказала взрослым и детям все о технике пастель и провела мастер-класс. Вероника Когут расскажет подробнее. Это фотографии или картины? Именно такой вопрос задают гости выставки, впервые увидевшие работы Ирины Мирошниковой. Настолько реалистично каждое изображение. В галерее «Знак» представлено несколько десятков картин художницы, выполненных в технике пастель. Мастер рассказала о себе и поделилась с публикой секретами мастерства. Как выяснилось, Ирина Мирошникова, которая большую часть жизни проработала инженером-конструктором, уже в зрелом возрасте увлеклась живописью. Шесть лет назад начала обучаться в студии Николая Малыхина. Рисовала карандашом, пробовала писать гуашью, акварелью, маслом. Наконец, открыла для себя волшебные мелки – пастель. Купила ленинградскую пастель, самую дешевую, с самыми блеклыми мелками. Взяла обыкновенный ватман, который у меня остался, немножечко конструкторской работы, и там попробовала. Это я потом узнала, что на ватмане никто не рисует пастелью, и вообще невозможно рисовать на ватмане. Вот что оказывается, есть специальная бумага для пастель. И, в общем, так интересно получилось. С гостями Ирина Мирошникова поделилась секретами мастерства. Продемонстрировала несколько видов специальной бумаги, рассказала об удивительных свойствах пастели. Например, если живописное полотно, написанное маслом, спустя годы темнеет и требует реставрации, то работа в технике пастели и через 200-300 лет остается такой же яркой и свежей. Любимый жанр художницы – анималитика. С детства я любила зверушек всяких, особенно лохматых. Перетаскала домой очень много котят бездомных в подвале отловленных. И вот когда я стала изучать вот эту пастель, оказывается, с ней можно такие волшебные вещи творить. И я могу, наконец, нарисовать всех вот этих лохматых животных. Многие почитатели таланта Ирины Мирошниковой задают мастеру вопрос, каким образом герои ее картин получаются, как живые. Оказывается, в процессе работы автор может поговорить с изображением и даже придумать кличку. Живопись для нее стала не просто увлечением. Несколько лет назад у художницы появились проблемы со здоровьем. Сегодня она с трудом ходит, не может долго стоять. И именно в творчестве Ирина Мирошникова находит силы. Я этим лечусь, понимаете? Вот мое здоровье напрямую зависит от этих вот картин. И чем хуже у меня здоровье, тем больше я пишу картин, так получается. Ну, как бы у меня на месте-то так подприсаживают силы какие-то небесные. Я с удовольствием начинаю рисовать. И рисую именно те объекты, которые с душой. Вот эти глаза, да? У них, у зверей же точно такие же глаза, как у нас, у людей. Ведь они все понимают, все чувствуют, да? Они только сказать не могут. Картины художницы пользуются большой популярностью. Ее творчество представлено во всемирной паутине и в числе поклонников не только россияне, но и любителей искусства за рубежом. Но жители и гости Выборга могут увидеть работу в библиотеке на «Спортивной 10» до конца апреля. Вероника Когут, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». В галерее Замовенка Государственного музея «Выборгский замок» новая интерактивная выставка. Она посвящена пословицам и поговоркам русского народа. Тем, которые собрал за свою жизнь, великий русский ученый, составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль. Первые посетители экспозиции с интересом рассматривали иллюстрации к пословицам, которые нарисовала художница из Старой Ладоги Татьяна Козьмина. Специально для детской аудитории организаторы отобрали материалы о природе, семейных ценностях, отношениях между людьми. А для того, чтобы эта выставка казалась более живой, конечно же, было решено, что здесь нужно проводить интерактивные занятия. Для этого наша библиотека помогла, книги. Из своих архивов тоже были найдены, книги, высказывания различные. То есть подготовлен текст, подготовлен сценарий этой интерактивной экскурсии, для того, чтобы детям было интересно, чтобы лучше, конечно, познается все в игре. Участники интерактивного урока могут пополнить свой словарный запас и блеснуть эрудицией, говоря в стенах галереи Замовенка на образцовом русском языке. Бюджет Ленобласти на 2015 год скорректировали. Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал закон, вносящий изменения в главный финансовый документ. Согласно утвержденным корректировкам, областной бюджет изменен в сторону увеличения по доходам и расходам. Дополнительные средства направлены на социальные траты и дальнейшее развитие территории региона. В частности, предусмотрена индексация отдельных мер социальной поддержки с учетом фактического уровня инфляции, а также дополнительная финансовая помощь сельхозтоваропроизводителям. Официальный курс валют на 9 апреля, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 58,70 рубля, доллар 54,03 рубля. Выборжанка Евгения Кондрашова завоевала золото в открытом Кубке Европы под дзюдо. Соревнования проходили в Твери. В них участвовали около 300 спортсменов в возрасте до 18 лет из разных стран. Девушка успешно провела все поединки, одержав победы над соперницами из Казахстана и России. Сейчас Евгения занимает седьмую строку в мировом рейтинге под дзюдо среди спортсменок в возрасте до 18 лет. Одну золотое и две серебряных медали принес выборгскому пловцу, второй этап седьмой летней спартакиады учащихся России по плаванию, который проходил в Киришах. Даниил Анисимов показал лучший результат на дистанции 100 метров, а на дистанциях 50 и 200 финишировал вторым. Успешным выступлением спортсмен обеспечил себе путевки на первенство России по плаванию и в финал летней спартакиады. Областной фестиваль женского спорта «Леди Совершенства» состоялся в нашем городе в минувшие выходные. Выборгские любительницы здорового образа жизни смогли посоревноваться с гостями из Ленинградской и Московской областей. Поболеть за участниц состязания отправился и наш корреспондент Александр Телегин. Фестиваль женского спорта «Леди Совершенства», успешно дебютировавший в Выбоге год назад, ставил целью вовлечь представительниц слабого пола в занятия спортом. Организован он был по аналогии с всероссийскими конкурсами «Красота, грация, идеал» и «Деловая женщина». Мы на эту тему начали работать еще 24 года назад. Когда возродился «Спартак», мы решили, что одним из направлений нашей деятельности будет развитие физкультурного движения среди женщин. Потому что, как правило, в комплексных соревнованиях, которые устраивают, большую часть занимают мужчины. Женщин очень мало. А для того, чтобы у нас росло здоровое поколение, нужно, чтобы мамы были здоровые. Как отметила почетный гость конкурса «Леди Совершенства», организатор всероссийских фестивалей, призер Олимпийских игр и многократный чемпион Европы и Советского Союза Анна Алешина, выборские спортсменки уже не первый год становятся фаворитами подобных состязаний. Я очень рада, что многие годы в этих соревнованиях, особенно «Красота, грация, идеал» принимает команда Выборгского района. А последние годы, когда женскую федерацию района возглавила Марина Витальевна Петрова, команда стала приезжать и зимой к нам на соревнованиях, и летом. Выборгский фестиваль объединил любительниц спорта всех возрастов и существенно расширил свою географию по сравнению с прошлым годом. Если в дебютном конкурсе участие приняли шесть команд, то на этот раз за победу решили побороться 12 коллективов, в том числе из других районов Ленинградской области и Подмосковья. Уже неоднократно, если не изменять память, семь раз именно Выборгская команда на всероссийских соревнованиях такого уровня, леди совершенства, занимала первое место. И поэтому, если брать за аналогию Евровидения, победители принимают у себя. Мы давно, нам нужно было это уже сделать, но так получилось, что по объективным причинам мы не могли это сделать, поэтому сделали в этом году. При поддержке администрации Выборгского района и общественной организации «Фаворит» нынешний фестиваль не ограничился спортивными состязаниями. Это был настоящий праздник для всех участниц. Претендентки на победу старались показать лучший результат в волейболе, дартсе, настольном теннисе, а также в интеллектуальных состязаниях. А кто-то воспользовался возможностью продемонстрировать свои вокальные и актерские данные, представляя коллектив в конкурсе «Визитная карточка», чтобы чисто по-женски покорить судей и завоевать заветный кубок. Основная битва за победу на каждой спортивной площадке разворачивалась нешуточно. Все очень достойные команды в этом году, я прям очень довольна тем, что, наверное, можно будет с кем-то побороться, чтобы не легко выиграть, а вот именно какое-то было соперничество и соревновательный такой момент. По итогам всех состязаний двухдневного фестиваля были определены самая спортивная леди в личных зачетах. А бесспорным лидером вновь стала команда «Воборжанка». Впрочем, и тем, кто чуть-чуть не дотянул до призовых мест, еще не раз представится возможность взять реванш. Следующий наш фестиваль, куда мы отправимся своей командой «Воборжанка», это будет «Анапа», и затем, естественно, Московская область, Огниково, где мы были в этом году, и затем опять наш фестиваль. Я думаю, мы будем продолжать, и мы очень рады, что столько команд откликнулось. У нас 12 команд. Это замечательно. Александр Телегин, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город». Фаворитовец Павел Свешников, чемпион России в горном туре велогонки среди юниоров прошлого года, вновь одержал уверенную победу на первенстве страны, подтвердив свой титул. В мае выборгский велогонщик вместе с товарищами по команде будет готовиться к новому ответственному этапу. В составе юниорской сборной России он примет участие в Кубке мира в Чехии. А коллега Павла по команде Александр Власов, выступающий с 2015 года в профессиональной лиге за один из итальянских клубов, в составе сборной России принял участие в однодневной групповой гонке в городе Фарадиса Лига. По итогам соревнований он занял второе место в номинации «Горный гонщик». На этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере, а также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе, а я благодарю вас за внимание. Всего доброго! Субтитры предоставил DimaTorzok Днем плюс 6-8 градусов, ночные часы плюс 2-4. Ветер западный 7-8 метров в секунду. В Лапейнранте переменная облачность. Днем плюс 8-10, ночью плюс 3-5. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Хельсинки солнечно. Днем в столице Финляндии от 7 до 9 тепла, ночью плюс 3-5. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова